Всем привет! Итак, после очищения, а очищение было от Лаперери, кстати, очень хорошо смывает макияж с глаз, хотя это средство не предназначено, я в принципе вам его не рекомендую для снятия макияжа с глаз, но я снимаю и мне очень нравится. И потом я использую пенку дополнительную. Пенка была у меня вчера от Dior и сегодня просто я умываюсь пенкой, иногда просто водой не использую пенку. И все, на чистую кожу я наношу первым этапом лосьон от Лаперери. Это синий лосьон. Я в этот раз думала между этим лосьоном выбирала и розовым лосьоном, но выбрала все-таки этот, потому что он больше похож именно на тоник. Скажу тоник, потому что вот тоник он и как-то очищает, и вообще похоже больше на водичку. А вот лосьоны, они такие вязкие, и у меня потом белый лосьон после этого. Я подумала, если один вязкий, второй вязкий, ну в общем не нужно. Мне нужна была именно водичка, поэтому выбрала опять синий лосьон. Я его вообще очень люблю. Единственное, не очень он удобен, потому что, видите, приходится так откручивать, и он... И он без дозатора. Это стеклянная банка большая, то есть если вы куда-то поедете, перевозить его будет, конечно, тяжело, но можно перелить. Я обязательно протираю и шею тоже. Вообще нужно начинать свой уход с шеи вот здесь, вот так, наверх. Я делаю это иногда, иногда забываю. Вообще замечаю, что когда я вот здесь провожу, прям вот так расслабляюсь, и как-то мне становится получше, даже состояние просто становится лучше. И еще я, конечно, использую лосьоны, вообще все продукты на зону декольте и даже на грудь. Этого я вам показывать не буду. Я люблю этот тоник за то, что лицо от него сияет сразу же. Но вот единственное, что я заметила, что в этот раз он не произвел на меня такого впечатления, и такой реакции прям яркого сияния нет, как всегда было. Но, вероятно, потому что моя кожа чуть подсохла, я уже говорила. Жду, пока впитается тоник до конца, чтобы кожа была сухой, вот она уже сухая, и наношу вот этот лосьон. Я его сбалтываю, не знаю, нужно это или нет. Здесь тоже нет дозатора, вот такой он. И я наношу его вот так. Наливаю чуть-чуть. Несмотря на то, что написано в инструкции, тоже нужно на диск ватный, но один ватный диск потом этим как будто стирать тот лосьон я не хочу, поэтому я наношу его именно так. Вообще он мне напоминает эмульсию, и я наношу как эмульсию. Вот здесь, однако, вниз. Вообще можно посмотреть, как наносить. На сайте показано. Правда, мне очень не нравится, как там показано. Я вообще не очень понимаю. Ну, хотите снять красиво, да, все понятно. Но вот эти вот какие-то движения, не прикасаться, вот эта кожа просто показывает, ну, как-то мне кажется, не вам. И обязательно за ушками, вот здесь, я везде наношу все средства. Жду, когда впитается лосьон, и нанесу крем для кожи вокруг глаз. У меня есть пробник из белой же линейки, кожи вокруг глаз. И вчера я нанесла вечером немножко больше, чем нужно, и сегодня я даже боюсь. У меня вызвало какой-то, нет, никакой реакции, а жжение было достаточно ярким, таким, что я пошла и смыла. Мне стало страшно. Ну, это знаете почему? Потому что я такой тревожный человек, у меня бывают панические атаки, я говорила. И для меня малейшее отклонение от нормы чревато, становится не очень хорошо. Поэтому я смыла. В принципе, ничего такого не было страшного. У меня не было никакой, никакой большой реакции, ни покраснения, ничего. Ну, просто вот это жжение было неприятно. Поэтому я сегодня с большой осторожностью это сделаю. Я нанесла совсем мало. Вообще, все продукты лапрерии, имейте в виду, нужно использовать очень-очень мало. Это все концентрированные средства. И сегодня я нанесу прямо вот так, орбитальный. Не буду наносить. Вчера я вот так нанесла, просто вокруг не хочу. Я так делать больше нанесу, только вот так. Ну, и остатки вот сюда. Прямо под бровь, чтобы не касался самого глаза. Даже много нанесла, еще осталось. Это так, на кожу рук. Ну, так сделаю. Ну, вроде все нормально. Имейте в виду, что чуть-чуть жжет вот это средство. Я покажу, вставлю, какое на самом деле оно, чтобы вы имели представление. Но я думала купить этот крем для кожи вокруг глаз, если вдруг он окажется таким действенным. Пока я этого сказать не могу. Я пользуюсь только неделю, даже чуть меньше недели. Пока не заметила какого-то яркого результата. Но и покупать не буду, потому что вот эта реакция вчера мне не понравилась. Следующим этапом идет сыворотка. И у меня есть сыворотка из белой икорной линии. Но я вам хочу показать другую сыворотку. У меня вот такой есть пробник. Это SkinCover Liquid Lift. И мне хочется показать именно эту сыворотку. Как она мне нравится. Я даже подумала, нужно было бы мне ее лучше купить. Ну вот. Она большая. На две части поделена. Там шарики, икра и сама сыворотка. Какая-то жидкость. В общем. Ну вот я наношу ее. И мне нравится ощущение после нее. Вообще, насколько я помню, в Лаприри все линейки между собой можно смешивать. То есть можно купить лосьон из белой икорной линии. Крем из платины, например. Или вот синие икорной линии. В общем, все между собой можно мешать. Так, по крайней мере, мне говорили раньше. Еще пока не забыла, хотела сказать. Вот многие говорят, что Лаприри очень дорого. И многие не могут себе позволить. Но есть прекрасная линейка. И она, кстати, моя самая любимая. Это линейка серая. Антистресс, антиэйдж. Прекрасная линейка. Она очень недорогая. Обратите на нее внимание. И она прям вот очень действенная. Результативная. Посмотрите. По крайней мере, она не дороже, чем весь остальной люкс. А сыворотку уже к этой линейке можно купить подороже. Немножко подожду. Минут пять и нанесу уже крем от Лаприри. Самый основной. Я его храню в коробочке. Так нравится. Так открываешь каждый раз, знаете, как что-то новое. У меня был с ним такой случай. Не очень приятный. Покажу пока. Жду, когда подсохнет. Я его открыла. Нажимаю. И у меня не появляется крем. Мне стало страшно. Я подумала, только купила. Боже мой, такой дорогой крем. И не появляется. Как быть? Думаю, все испортилось. Я стала его крутить. Думаю, как его открутить, если вдруг вот эту часть снять и пользоваться просто как обычным кремом. Но потом поняла, в чем секрет. Нужно не нажимать вот так плоско, а вот немножко сюда. Как бы подталкивает, понимаете, вот так вот. Не так, а вот так. И вот когда сюда нажимаешь на сам кружочек, а вот чуть-чуть, так показываю, не на сам вот этот кружочек есть, а вот чуть-чуть ниже, вот так, чтобы он поднимался. В общем-то, да, нормально. Все открывается. Я сегодня не буду наносить SPF. У меня уже почти нет. На один раз осталось. Но у меня есть другие SPF. У меня есть тоже пробнички. Вообще я не очень люблю SPF, потому что у меня тональный всегда с защитой. И как-то мне кажется, это не нужно лишнее. Ну все, я думаю, можно наносить. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Вот так нажимаю. И появляется доза. Снимаю ее пальчиком. Очень приятная текстура у крема. И наношу. Вот сейчас зимой мне все-таки хотелось бы чуть больше питания. Тут увлажнение, да, есть. Но вот питания мне недостаточно. Мне бы хотелось, чтобы был крем более такой насыщенный и жирный. Но со следующей недели у нас уже будет жара вроде бы. 17 градусов обещает. Поэтому потерплю эту недельку. А потом уже будет практически весна. Все мои движения идут вверх. И не забываем про шею. Снова дозу. Это уже для шеи. Обязательно сюда. Сюда. И сзади. И ниже. Ниже уже будет еще одна доза. Вообще крем довольно-таки экономичный. Потому что здесь 60 мл. У меня есть еще два пробника по 5 мл. То есть у меня 70 мл. Такой небольшой массажик. Очень я хочу купить серефу. И так себе делать. Чтобы у меня был четкий, хороший лица. Вообще я подумала, что мы так часто говорим еще к слову о том, что дорого. И если так посчитать, сколько мы тратим денег на косметику, на какие-то тени, которые вообще не нужны. У нас есть тени. Мы покупаем много-много разных других теней. Можно все это отложить и купить хороший уход. Вот правда, когда я вчера думала об этом и нанесла крем для кожи вокруг глаз. И когда у меня вот это пощипывание пошло покалывание. Я уже разуверилась в своей собственной теории. И думаю, надо ли тратить деньги, если вдруг окажется вот так. Но неплохо было бы иметь пробники. И опять-таки я наносила 4 дня. У меня не было никакой реакции. Все было хорошо. Вот на 4-5 раз какая-то пошла реакция. Ну, видимо, на самом деле я нанесла очень много. Не нужно было столько. И достаточно вот просто по орбитальной косточке наносить. Вообще о лаприре можно разговаривать бесконечно. Но пора заканчивать видео. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Рассказывайте о своих любимых продуктах марки. Мы с вами это обсудим. Мне очень интересно эта косметика. Очень рада, что я к ней вернулась. И уже стала думать о том, что я буду использовать после. Но пока лаприре. Скоро я сниму еще видео. То есть с результатом. Надеюсь. Вот у меня вообще я купила ради чего. У меня вот здесь есть два маленьких пигментных пятнышка. И вот я надеюсь от них избавиться. И расскажу, избавилась или нет. Ну и вообще расскажу, что я заметила после этого ухода. Я с вами прощаюсь. Желаю вам приятных, прекрасных и нужных покупок. Результативных. Всем пока-пока.